всем привет еще раз спасибо что пришли хочу вам рассказать про micronaut framework это есть такой новый фреймворк который заточен под микросервисы и собственно все фичи связаны с этим вот и но сначала я хотела бы начать немного рассказать вам о том откуда вообще взялся и немного рассказать игрался потому что у меня нормально слышно хорошо хотел немного рассказать игрался потому что от этого будет станет как бы более понятней откуда взялся этот фреймворк и чем как бы его идея вот поэтому давайте начнем собственно grails что это такое это была есть такая платформа framework это full stack monolithic oriented framework он был зарелизен далеком октябре 2005 году а главная идея была это convention over configuration то есть там вроде как все просто было создать монолитик аппликейшн очень легко там раньше команду все затем создается там очень много происходило на бэкграунде очень много всякой магии но суть в том что как бы создавать приложение для людей которые там хотят это быстро без затрат это все было очень просто он как бы базировался на спринге то есть по сути это была такая большая обертка над спрингом внутри был тот же spring core тот же spring контейнер и нашу и нашу на конкурс вот ну то есть как так и с такая особенность там использовался язык груви что тоже как бы вроде как помогало писать быстро красиво удобно и все такое вот но собственно чего с ним произошло дальше поговорим немного о эволюции так сказать грелеса то есть сначала как я уже говорила это был такой сервис самый стандартный потому что это был 2005 год это такие теплые ламповые времена когда не было еще собственно леваскрипта только был джава там писали все вьюхи и на джаве и собственно вот gsp это как раз что-то похожее на джава сервер пейджи столько на кругах вот это такой первый этап потом второй этап это когда у нас начал был бурно развиваться его то есть появился джава скрипт появилась миллион всяких фрейборков и это как бы тоже повлияло на структуру дресса здесь нужно было как-то подстраиваться под это дрел собственно подстроился там были некоторые изменения то есть зарелизировались новые версии которые позволяли уже довольно тоже легко писать вот эти single page application и то есть ориентация сдвинулась сюда и на этом этапе грелес тоже был достаточно успешным скажем так и последний такой большой этап который произошел это собственно миграция на spring boot платформу было принято решение что в принципе spring тоже в этот момент spring создал spring boot framework и grails было решено что для вас будет иммигрейтить на нее и вот с версии 3.0 grails получалось было получился такой себе как бы оберткой уже вокруг spring boot а и за этот весь период grails был частью компании pivotal которая собственно является собственником spring а и все что связано со spring дом и последний такой этап это 2015 году grails был как бы выкинут с пивотал может выкинуть неправильное слово но собственно они решили что и они не и мне интересен grails потому что собственно их есть у нас тут форма spring boot и grails как бы немного конкурировать с ней и в принципе они не видели как бы перспективы в этом в этом фреймворке вот есть такая статья how spring boot killed grails там есть много довольно интересной информации о том какие там внутри grails происходили в этот момент вещи и как вообще он развивался кому интересно в принципе это больше история теперь немножко графиков это график есть такой сайт indeed который показывает количество предложений на работу вот и это сравнение spring boot а и grails а сколько вакансий график вакансий за этот период времени с 2014 по 2017 год и как мы видим что grails желтый желтый график предложение было довольно много но потом со временем когда зареализовался spring boot когда grails пришел на spring boot когда grails ушел из пивотал предложений стало очень мало и начиная с марта 2017 года этот график вообще перестали обновлять то есть они считают что grails собственно уже вообще никто не использует вот второй график график со stack overflow количество активности то есть вопросов которые были заданы по стельгами spring spring boot grails за период времени с 2009 по 2018 год и как вы видите зелененький у нас spring он как бы всегда в тренде синий это grails то есть какое-то время он тоже был в тренде но опять же начиная с 2015 года идет сильный сильное падение графика и spring boot который опять же начиная с 2014 года собственно релиза растет довольно таки высоко вот и как бы в этот момент начиная с 2015 года у создателей grails появился такой очень славянский вопрос кто виноват как бы и что делать на первый вопрос я не знаю как они ответили но на второй вот эти вот парни посидели подумали и решили что нужно как бы что-то делать да кстати пару слов вот эти все парни которые работали над grails и они были частью пивотал а когда они ушли с пивотал когда grails перестал саппортироваться пивотал они создали пусть организацию которые называют оси и инженер там собраны все 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 люди которые работали над релсом и плюс наверно еще кто-то я не знаю точно но главная вещь это то что два главных создателя грейм ротчер и скотт браун они остались и они продолжают как бы вместе что-то создавать ok значит эти парни собрались и они определили для себя что нужно для ну то есть опять же говоря про этапы развития следующий тренд который появился в общем мире это микросервисы и клауд и все такое и эти парни решили что нужно как-то в этот тренд вливаться и они как бы собрались и решили определить для себя лист того что нужно для фреймворка современного фреймворка чтобы соответствовать этим новым трендам и как-то создавать что-то вообще полезно вот они решили что фреймворк для микросервиса должен быть легким то есть использовать как можно меньше памяти иметь быстрый стартап потому что при разработке микросервиса нужно довольно часто там ранить его и приятно понятно что когда он ранится быстро когда память используется по минимуму и и все такое следующая вещь которую они определили это ориентация на клауд фичи потому что сейчас все в клауде и нужно как бы этому соответствовать фреймворк должен легко и быстро тестироваться то есть вернее легко тестироваться скажем так опять же это немного связано с тем что он должен быстро ранится то есть должно быть легко написать на него functional тесты и так далее и опять же вот эти вот фичи для тестирования они должны соответствовать новым вещам которые связаны с клаудом потом что я имею ввиду потом они определили что они хотят быть полиглот то есть хотят чтобы это работало и на жаве и на груви и на котлине никак они не отпустят груви почему-то потом и должны там саппортиться новые тренды такие как реактив сервер лес вот как то так они взяли этот список и постарались как бы намапить это все на существующую платформу на дрелс на которой они уже девелопали с 2005 года и собственно она не очень как бы марклилась понятно и они поняли что как бы все вместе не впихнешь эту платформу эта платформа на не как и для микросервисов поэтому они решили создать вообще создам все заново создам новый вообще файлорк с нуля на новых принципах учитывая то что они как бы видели в спринге потому что они все работали в спринге и как бы вроде как учитывая их не ошибки и как бы идея вот такая создать совсем новый фреймворк вот и с этого момента перейдем собственно к микронауту и первый вопрос который сразу возникает есть у нас спрингбуд да который собственно главный лидер который захватил можно сказать весь рынок и зачем нам вообще микронаут в чем его как бы главной особенности и здесь я хочу рассказать о тех вещах которые как по мне могут конкурировать со спрингбудом которые создатели микронавта позиционируют как то что нету спринга и то что лучше у микронавта и и первая такая фича это компайл-тайм депендент инжекши что имеется ввиду спринг бута спрингбуд использует понятно спринг-инвершин-контрол и как мы все знаем он базируется на рефлексии то есть во время рантайма происходит сканирование класс пасса на предмет того что куда заинжектить создается прокси там и все такое это все происходит в момент рантайма и с помощью рефлексии что нам предлагает микронавт микронавт позиционирует свой диай контейнер как первое что они говорят это то что они inspired by spring потому что они как бы опять же участвовали в этой все разработки второе важный момент это то что все происходит сама инжекция происходит на момент компиляции а такой же аппроотч первыми собственно такой аппроотч в плане джава мира был использован гуглом они создали даггер так называемый dependency injection framework они создали его для андроида идея была в том что когда ты пишешь под android когда ты каждый раз получается перераниваешь свой аппликейшн каждый раз в рантайме там делать этот скан класс пасс это не очень круто и как бы под android это вообще то есть лишний выход и они решили что было бы лучше в момент компиляции определять точки инжекции и собственно делать всю инжекцию в момент компиляции вот это работа для андроида создатели micronaft взяли этот опыт себе и решили создать свой контейнер то есть это не это абсолютно отдельная вещь отдельный модуль он он они утверждают что можно использовать где угодно и основная как бы основные цели этого контейнера как они определяют не использовать рефлексию или использовать ее в самых крайних случаях избежать проксирования оптимизировать стартап время с помощью вернее благодаря тому что опять же все что связано с dependency injection происходит во время компиляции а не во время рантайма и reduce memory footprint об этом чуть чуть позже скажу и то что тоже важно что micronaft dependency inversion framework использует вернее имплементирует общий стандарт что довольно тоже круто то есть общий у нас есть общий стандарт и все его имплементируют также в принципе так и spring dependency inversion framework и собственно все остальные то есть все как бы вроде как взаимозаменяемо в перспективе и тут есть некоторые вещи которые тоже хотел бы упомянуть те которые касаются spring boot и spring то что в принципе есть возможность использовать тот же даггер там как я видел довольно все просто но тем не менее это как бы не самый популярный способ на описание микросервисов скажем так то есть это не очень саппорт но такая возможность есть и с релизом пятого спринга появилась новая такая фича которая тоже как бы импрувает этот dependency inversion во время runtime то есть там создается индекс по которому быстрее можно определить что куда injectить и собственно инжекция происходит быстрее но опять же эта вещь больше касается больших проектов которых там очень много классов если у вас microsoft там прироста особо не будет потому что у вас таких классов мало вот и там создавать индекс это тоже overhead окей теперь поговорим немножко о том как же собственно что такое compile time.di и как это заимплеменчено для грувей это заимплеменчено с помощью AST transformation как вы помните microsoft support грувя но про грувя мы говорить не будем мы поговорим про java в java это работает через annotation processors и для Kotlin так же идея такая же как скажем имплементация такая же как у ламбока то есть я думаю все работали с ламбоком узнают что это такое то есть мы с помощью аннотаций аннотируем наш код то что мы хотим получить а потом annotation процессор генерирует реальный код добавляет ну в примере ламбока понятно то есть мы например с аннотированием getter потом annotation процессор создаст реальный код в котором будет этот getter грубо говоря и что же это дает в контексте я как уже упоминалось главный benefit это то что ладно не главный но один из benefit это то что gvm может оптимизировать этот код лучше потому что она во время компиляции уже будет видеть реальный код то есть это не происходит в рантайме как в случае спринга и второй benefit главный это то что startup time у нас улучшается и memory использования тоже улучшается потому что опять же все уже все что связано с di произошло на момент компиляции и во время старта мы это не делаем кроме этого spring когда он когда происходит собственно все что связано с инжекцией во время рантайма потом эта вся информация она кешится чтобы каждый раз как бы не делать там одно и то же это в плане опять же рефлексии это то как это делает spring тут же micronaut поскольку ему все это происходит на момент компиляции он ничего не кешит и опять же это память не используется то есть нет лишнего кеша поэтому они говорят о том что потребление памяти меньше и главный момент то что потребление памяти не зависит от размера вашего кода потому что чем больше у вас будет кода больше бинол больше классов spring game тем больше будет расти этот кеш окей пойдем дальше если есть какие то вопросы по compile я пожалуйста скажу вторая фича который это natively cloud-oriented это такой термин который они используют в своих презентациях им создатели и что имеется ввиду опять же о чем они очень часто упоминают в своих презентациях это то что почти все фреймворки которые мы сейчас используем они были созданы до того когда началась эпоха cloud deployment когда бум микросервис архитектуры когда ее начали пихать везде и они говорят о том что поскольку они создали этот фреймворк сейчас они это все взяли во внимание и они дизайнили свой фреймворк уже с учетом этих вот новых фич они там добавляли это со временем что в принципе говорит о том что по идее дизайн должен быть более придуманным и более подходить под эти фичи и что я вообще понимаю под cloud pattern тут немного есть может быть путать путаница в терминологии потому что относить это к паттернам или не относить это такой спорный вопрос но тем не менее это не так важно как по мне собственно я отношу сервис discovery возможность вернее я думаю вы знакомы с этим паттерном то есть есть сервис который отвечает за то есть он знает о существовании всех других сервисов в нашем нашей системе в нашем кластере в нашем микросервис кластере следующий паттерн distributed configuration service то есть есть сервис в котором хранятся все конфиги для других сервисов client-side load balancing это когда наш сервис хочет обратиться к какому-нибудь другому сервису он считывает сервис discovery какие сейчас есть ноды этого сервиса и собственно балансит эти ноды то есть определяет к какому из этих нод он будет обращаться наш сервис и последний паттерн такой себе которым хотел показать это circuit breaking я думаю тоже знакомы то есть если там падает во время то есть мы обращаемся с нашего сервиса в какой-то другой сервис он обращается дальше и происходит обрыв то есть дальше там происходит эта ошибка мы обрываем чтобы не обращаться каждый раз по этой сети вот и мы дошли как бы до момента демо я хочу сейчас показать что подразумевается когда они говорят natively cloud oriented как это просто вот это все паттерны имплементируется в контексте микронавта вернее как микронавта их используют вот для этого у меня есть как сервис discovery буду использовать консул это имплементация собственно сервис discovery и также имплементация distributed configuration service то есть там можно и то и то делать сейчас зараним этот фонсул заранился вот это ui консул тут опять же это сервис discovery то есть когда консул будет определять новые сервисы в нашем кластере он будет их показывать в этом ui окей теперь переходим собственно к созданию наших микросервисов так немного в целом что я хочу создать два сервиса один из которых будет вызывать другой и эти два сервиса будут обращаться к сервис discovery регистрируется в сервис discovery и также они будут иметь обращаться к консулу как configuration сервисы то есть они выбирают configs console окей создадим первый сервис сейчас я зайду куда-нибудь где-то можно создать окей еще пару слов micronaut использует похожий подход который они использовали в grails имею ввиду создатели micronaut они предлагают для того чтобы работать с framework создавать сервисы они предлагают скачать такой себе tool или development kit я не знаю как это назвать в общем набор скриптов которые позволяют вам генерить ваши сервисы командами то есть это чем-то похоже на spring boot starter вы заходите на сайт выбираете что вам нужно и вам дается баллон сервисов тут же это все происходит через эти скрипты через этот development kit окей вот у меня есть я его поставил не совсем так последняя версия micronaut 1.0.1 и я собственно создаю application и я собственно создаю maven как мне тогда пишется команда build равно maven и все окей а потом я хочу сразу добавить несколько фич первое из которых это собственно discovery console то есть что происходит что произойдет когда я загоню эту команду эти же скрипты просетуют нужные dependency discovery console просетуют нужные конфиги там их в принципе немного я покажу потом но это все произойдет автоматически и так же мне нужен config console так сейчас смотрю ничего не забыл окей все окей раним команду вот приложение создалось и создадим сразу второе которое мы будем вызывать из первого название так же назовем его product inventory и вот и все так надо ускориться окей все у нас есть предложение идем в идею откроем первое второе начнем с окей то что касается конфига подход похожий как сплингутин у нас есть YAML конфиги то что я говорил по поводу консола прописан все конфиги которые необходимы для того чтобы работать в консул как сервис discovery нужно просто прописать register true указать где у нас собственно находится этот консул по дефолту по дефолту дефолтные дефолтные конфи это localhost и порт которые по дефолту используют консул опять же но понятно что это все можно вырадить и то что касается шарик конфиг сервиса тоже все довольно плохо похоже мы указываем config client true опять же и указываем где находится наш конфиг сервис андрей ты можешь делать немножко крупнее shift окей кто знает как вообще все просто кто-то что говорил не слышал окей хорошо теперь давайте создадим контроллер который у нас все довольно похоже как в spring быте то есть нам нужно контроллер нужен какой-то pass или product какой-нибудь метод давайте для начала я покажу как работает сервис distributed service configuration для этого я создам какую-нибудь переменную которую я хочу получить здесь сервис configuration сервис который момент момент стартапа будет проинжечь на мой сервис окей назовем ее там не знаю пусть это будет для примера какой-нибудь data source даже не так или url вот так окей создадим конструктор чтобы проинжектить какой-то configuration параметр подход такой же как spring g мы указываем аннотацию value и должны указать ключ по которому будет реализовываться этот параметр пусть пусть это будет data source url ok и давайте будем будем доставать этот ключ и возвращать его по запасу так не знаю как это будет url Теперь давайте войдем в консул и создадим этот поле. Так, по дефолту Micronaut будет искать в папке config и в папке application, но это все опять же конфигурируется. И ключ у нас data source URL. Да, пусть тут будет какой-нибудь some URL. Окей, создали. У нас есть такой порамет, мы видим, смотрим, есть. Окей, теперь раним наш application. Да, нужно поменять порт, у меня 8080 занят. Это тоже делается довольно быстро и легко. Вот, в принципе уже везде. А, сори. Так лучше. Окей, мы видим в логах, что зарезован configuration service. С него достали один параметр, сервер заранился и опять же наш сервис зарегистрировался в service discovery console. Давайте посмотрим, что все досталось и все окей. Все зарезалось правильно. Почти. Окей, сам URL досталось нашего configuration service. Смотрим, мы видим, что наш product store service с таким именем зарегистрировался в console. Окей, теперь давайте создадим, давайте создадим второй сервис. Откроем второй сервис. Создадим этот контроллер, который будет возвращать нам, я не знаю, какие-то продукты. второй сервис, который называется product controller. Так. Для начала еще нужно создать какой-нибудь продукт. Давайте создадим очень простой класс, у которого будет пару полей. Давайте еще добавим ломбок, чтобы было быстрее. И тоже важный момент, поскольку ломбок тоже использует annotation processor, нужно это указать еще в одном месте. Продолжение следует... Пусть будет ID, два поля для простоты. И что мы делаем, возвращаем лист этих продуктов. Продолжение следует... Так, с фантазией неплохо, поэтому... Наживем просто ID, один, два, три и title, один, два, три. Тоже поменяем порт, который у нас тут прописан. Так, вход тоже есть. Возвращаем. Все, вроде все. Давайте ранить. Так, у нас все заранилось. Идем проверяем. Рефрешим. У нас появился еще один продукт, который зарегистрировался в concert. Product Inventory. И сейчас проверим, что он возвращает то, что нам надо. Вот. Возвращает три наших продукта. Окей. Теперь, как я говорил, мы будем вызывать Product Store, будем вызывать Product Inventory. Для этого нам нужен HTTP-клиент. Окей. Что для этого нужно? Как создать HTTP-клиент в Micronaut? Это довольно все просто делается. То есть, создаем Inventory Client Interface. Это у меня одна картинка так легая, или это у всех так легая? Я думаю, это застрелка за Америкой. Это у всех так. Понял. Окей, спасибо. Очень плохое. Еще ничего не видно. Или есть шанс, что что-то понятно. Вот сейчас уже нормализировалось, но бывает, что капец. Ты, когда очень быстро делаешь альтап на сайт и назад, короче, то ничего не видно. Это слайд-шоу, я бачу только. Окей, я понял. Окей, так. Значит, все, что нам нужно, я просто аннотируем с аннотацией Client, наш HTTP-клиент. Тут нужно указать название сервиса, к которому мы будем обращаться. то есть, как вы видели в консоли для каждого сервиса, каждый сервис регистрируется под каким-то ID. мы будем обращаться к Product Inventory, поэтому вот так и пишем. Секундочку, я очень помню, как там. Окей. Хорошо. И нам нужен метод, по которому будем обращаться. То есть... Вернее, endpoint, по которому будем обращаться. Так, секунду. Да, кстати, нужно создать еще DTO-шку, в которой будет сервизироваться то, что мы получим с этого вызова. Давайте тоже добавим ломбок, по-быстрому, чтобы было быстро все. А, нет. Понятно. Сейчас. Сейчас будет все мигать, все равно. Начнем. У-у-у-у-у-у. Продолжаем. 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 Сделай шифт чуть крупнее. Продолжаем. 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 И нужно указать, собственно, уру, вот, как-то так, окей, это все нужно нам инжекнуть в контроллер. Вентильный клиент. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Это должно быть довольно быстро, то есть опять же мы создаем аппликейшн с помощью этой тулзы, назовем его nmgral И добавляем фичу nmgral.native.march У нас создалась наша application Сразу вместе с этим создается Docker файл В котором прописываются все необходимые команды для того, чтобы преобразовать вашу application в native image И в принципе все что нужно это собрать Docker image Единственное что я бы хотел с таким выходом Хотя ладно, можно обязательно Давайте соберем Давайте соберем Можно хотя бы А, сейчас секунду Давайте заново Давайте 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 А, давайте 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 мы собираем немножко принципе он будет собираться довольно долго поэтому если есть какие-то вопросы можно сейчас задать окей собрался нет тогда можем и дальше ну и собственно как бы summary в чем главные бенефиты micronauter то есть главный бенефит в том что он из коробки есть много прикольных фич для клауда то есть опять же есть найти поддержка серый discovery client-side balancing во всем можно создать довольно быстро все просто и все так и все в таком духе потом есть саппорт грааль который саппортит саппорт грааль над этим ведется работа сейчас это как бы больше экспериментальная фича но тем не менее они настроены как это саппорт потом full-step то есть опять же у тебя все есть все довольно легко создается тебе не нужно там ничего все из коробки выработает опять же и то о чем они очень часто входят в своих презентациях то что он очень легкий потому что опять же статик не статик как compile time di и все такое и опять же runtime довольно быстрый опять же сравнение с аналогами какие проблемы могут быть главная проблема то что этот фреймворк зарелизен был недавно то есть по моему собственно релиз был по ноябре этого года то есть он довольно еще сырой фреймворк и то что нужно учесть то что у них нет особо спонсора пивотал там или еще крутая большая компания это опенсорс это вот эти люди о которых я говорил в начале и они собственно работают над этим фреймворк но в то же время они довольно отзывчивые то есть как я видел по комьюнити любые вопросы они рассматривают там идет какая-то дискуссия то есть работа идет еще несколько фич или вещей которых я не показывал потому что не успел на которых можно тоже интересно как по мне это поддержка сервер лес то есть есть вот тут в примере статья которая показывает как как это все работает там довольно все просто тоже довольно все быстро и есть интересный support свагера это тоже экспериментальная фича они на основе своих аннотаций те которые micronaut аннотацию generate open api документ то есть не надо сетать аннотации самого свагера то есть они на основе своих аннотаций создают документацию что тоже довольно интересно и полезные линки это понятно есть там introduction по micronaut там тоже описывается repeat basic feature и есть тоже 2 интересная статья которая сравнивает micronauts с другом там тоже касается других аспектов те которые мне коснулся тоже интересно я думаю почитать вот так и наш имидж собрался давайте теперь его заранее сейчас наматываем этот порт сейчас наматываем так собственно он заранился теперь хочу показать статистику сколько потребляется ресурсов вот и как вы видите наш сервис который в принципе ничего не делает но тем не менее там много всего из коробки есть и он потребляет только 8 мегабайт в памяти что очень мало потому что если мы также зараним такой же пустой сервис не native image а на jvm он будет потреблять не менее где-то 120 130 150 мегабайт если ранить пустой спинлбут это будет 150 то есть в принципе оптимизация на лицо вот как у меня все если есть вопросы просто задавайте если нет спасибо у меня есть вопрос а что с дебагом имиджи которые сближены в native если возможность дебажить из-под коробки хороший вопрос пока такой возможности нет насколько я знаю и вообще это довольно сырая штука то есть тут скорее перспектива как это может быть то есть это использовать еще очень рано там она и собирается не всегда нормально то есть если вас там какой-нибудь hello world или сервис который особо ничего не делает то собрать его в native image довольно просто но если там что-то более серьезное там короче пока оно вряд ли соберется поэтому как бы это скорее перспектива куда ну опять же работа ведется и это сам грааль тоже пока что не зарелизен это релиз кандидат поэтому это ок спасибо еще один вопрос по поводу секьюрити в jvm с незапамятных времен есть такая штука секьюрити менеджер которую никто не трогает поскольку обычно либо делают очень наглый рефлекшн вот что с микроналутом может он не такой наглый как spring в плане рефлекшн можно легко полиси прописать для небольших проектов это рассматривал ты нет не интересный вопрос но я их язык честно говоря может еще какой вопрос есть можно как-то заранее проверить использует ли наш сервис рефлексию если он очень большой но прежде чем собирать найти в имидж какую-то верификацию может провести там что прежде чем он упадет например при сборке так еще раз проверить ну на самом деле это как раз проверяется во время сборки найти в имидж если он не сможет собраться он напишет что я не могу собраться по такой-то причине как-то просканировать ну как раз в плане микронавта он для того чтобы собраться найти в имидж он сначала у вас там есть внутренняя туза которая сканирует все эти классы и она создает там отдельные файли которые называются reflection json и там это все прописывают но как бы но это касается микронавта твой вопрос был касательно микронавта или чего да 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 касательно ну в принципе есть такой процесс но тем не менее там могут быть другие проблемы тут понятно спасибо еще один вопрос по поводу фичи massprint так плотно привязан к reflection чем жертвует micronaut чтобы такой привязки не было или это не фундаментальная смотри там опять же micronaut я не могу сказать что он вообще не использует рефлексив он ее использует но в крайних случаях это первое второе ну я так понимаю что там где нельзя без нее обойтись он все равно ее использует но это не так много места а главный принцип а главный принцип это то что именно для di он ее не использует и для аопа тоже то есть вы получили что-то вроде спикджей компиляции производит я правильно понимаю да то есть насколько я понимаю там тот же принцип используется то есть ты вешаешь аннотации он реальный код потом генерит для аопа такой же подход он был тут мой с нужен его мне теперь я